Сказать еще одну алоху, еще один закон, связанный со сбором винограда. По идее, нужно же, прежде чем есть плоды, нужно отделить от них трума, массы рот, то есть десятину для левитов и отделение для коинов. Но под деревом, не с точки зрения вот этих трумот, массы рот, отделений, не с точки зрения воровства, не называется, что это запрещено к идее. То есть можно это кушать в процессе работы, рабочий, который это собирает, может это кушать, я просто уже сказал, поэтому я ем. Можно это кушать и не думать о том, что мы оббираем хозяина. Можно кушать до состояния сытости, как написано в Торе. Единственное, что нельзя собирать это для себя. Если я работаю на хозяина, нельзя собирать свою корзинку, ведрышко, потом уносить. Кушать можно до сытости, а отделять труму от массы рот не нужно, и воровством это не называется. Вот такая вот у нас милосердная Тора. Что, если я собираю этот вкусный виноград, она не заставляет меня терпеть. Я рабочий, я могу это поесть, и очень часто, может быть, у меня нет другой еды. И поэтому Тора говорит, что я имею право это есть, имею право есть до сытости, только не собирать себе домой. Спасибо большое.